Каждую субботу житель Куйбышевского района Самара Алексей Картершев проводит в лесном саду. Он помогает благоустраивать новое пространство возле своего дома. А заодно в форме мастер-классов от эндеролога познает правила посадки деревьев и кустарников. Помогаем, насколько можем. Конечно, по времени, из усилий не всегда можем прийти помочь, но помогаем. Территория очень получилась хорошая и интересная. Раньше на месте лесного сада были дачные участки, которые владельцы со временем забросили. Несколько лет они обрастали кленами, медленно уничтожавшими плодовые деревья. Решить проблему взялись районные власти. На месте заброшенных дач высадили более 500 новых деревьев и кустарников о принципу так называемых фитомодулей. Это новый метод высадки растений, который позволяет им без особого ухода обитать в лесной среде. Метод посадки здесь, который называется фитомодуль, он основан не только на взаимодействии растений. Здесь как бы больше подбирается группа растений по предпочтению климатическому. Солнце, тень, влажность. А самый основной упор делается на технику посадки. Это работа с почвами, с бактериями, с грибами. Цель проекта «Самарские лесные сады» – приобщить жителей города к сохранению природных богатств. При благоустройстве сада использовали эко-материалы. Дорожки, ограждения, тематические площадки для детей, два домика для насекомых сделали из дерева. Активную частью создания нового пространства приняли местные жители. Здесь созданы так называемые зеленые дружины, патрули. Это активная группа людей, которые и участвовали в проведении субботников, и на этой стороне Татьянки, и вдоль побережья Самарки. Это очень отрадно, что с каждым днем культура пребывания в лесной зоне все-таки у населения возрастает. В дальнейшем территории города планируется появление еще нескольких лесных садов. В их благоустройстве может принять участие любой желающий. Работа в лесном саду Сухой Самарки продолжится до конца лета. Также на территории нового пространства будут проводиться мастер-классы для гостей. Вход свободный. Никита Колосов, Константин Головин. События.